Сортировка и переработка отходов по-прежнему остаются популярными темами, особенно в последние несколько лет. Так, тверским предпринимателям была организована экскурсия на завод вторичных полимеров. Какие перспективы связывают с переработкой пластика предпринимателей и насколько это важно в наше время, об этом в следующем материале. Центр «Мой бизнес» Тверской области предоставил отличную возможность предпринимателям с различных сфер познакомиться поближе с процессом переработки пластика. Именно здесь, на этом производстве, более 80 миллионов пластиковых бутылок получают вторую жизнь. Мы уже долгие годы в первых рядах пропагандистов раздельного сбора. Мы хотим, чтобы больше людей знало о том, что нужно собирать упаковку отдельно, научиться с этим жить. Тверской завод вторичных полимеров перерабатывает 25 тысяч тонн пластиковой упаковки в год. И уже совсем скоро будет ожидать расширения производства. Ведь собранный пластик, который до этого сортируют на полигонах, здесь проходит целую производственную цепочку. Его моют, после чего перерабатывают в так называемое хлопье. Сотрудники на собственном примере доказывают привлекательность и целесообразность рецинклингового бизнеса в России. Теперь старый пластик – это и вешалка, и ковролин, и средства для уборки помещения. А также многие другие вещи, полезные как в быту, так и в бизнесе. Я задумалась о том, чтобы поставить контейнер отдельный для сбора пластика. У нас очень много канистр от масла, например, или от антифризов. После экскурсии предприниматели вместе с генеральным директором завода обсудили важность сортировки мусора. Ведь предприниматели – это именно та движущая сила, которая может менять общество. Договорились о том, чтобы была еще встреча с руководителем предприятия, потому что именно интересно то, как работает бизнес, который основывается на переработке некое производство. Это то, что было интересно и нам самим, и предпринимателям. Наша съемочная группа решила поинтересоваться у жителей Верхневожья. Сортируют ли они мусор дома? Сортируете как-то мусор? Да, стараюсь. А как именно? Ну, контейнеры, допустим, стоят во дворе. И так, таким образом. Бумага – это все, что горит, мы сжигаем. А пластик отдельно, пищевые отдельно тоже. Нет. А почему? Ну, как-то не принято. Не знаю, в семье не было изначально такой традиции. Да. А как именно? Ну, у нас контейнеры специально стоят в центре, живем все-таки. И разделяете, да? Конечно. Бутылки в один, остальное мусор в общий. Как можно заметить, многие тверичане с ответственностью подходят к отходам. Сортировка мусора, конечно, не спасет мир, но, безусловно, сделает его чище.